канал о моделизме здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здравый люд с вами аев студия и алексей соловьев здравствуйте лёша добрый день дорогие товарищи рады вас приветствовать и сегодня у нас на обзоре очень интересная модель эта новинка от компании миниарты 55 а модель с интерьером пару слов хочу сказать о бокс-арте данный бокс-арт и для этой фирмы и для фирмы icm выполняет замечательный художник наш современник владимир буд у него прекрасные картины полотна по другому я их назвать не могу которые вдохновляют на постройку модели лично меня вот я когда вижу такое изображение мне прямо очень хочется сделать этот танк и сделать его именно по мотивам вот этого прекрасного изображения значит модель от компании миниарт уже достаточно давно появилась на рынке да это были различные варианты танка т-54 даже т-44 вы помните и сейчас уже это танк т-55 а лёш извини перебиваю разрешаю алверды вот именно автор который ты назвал владимир да я знаю что он смотрит 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 поэтому мы передаем привет привет ему да и хотим сказать что не просто они скажем так мы их с коробкой до собрали и выкинули мы делаем из них картинки в рамочку и в нашей студии они висят большое спасибо вам владимир да теперь посмотрим во первых до вес коробки господа такой как у настоящего танка то есть если в масштабе вес машины там по моему по порядка 40 тонн да мы разделим на 35 ну вот примерно вес коробки то есть масштаб передается это хорошо такое было только у томи в сорок восьмом масштабе с боковых поверхностей нам показывают 9 вариантов окраски которые предлагают нам инструкция все варианты реальные то есть это все машины которые подтверждены документально без всяких догадок домыслов и всего прочего не удивляйтесь что на бокс арте мы видим с вами машину из состава советской морской пехоты кто-то удивится скажет откуда же там танки на самом деле в частях морской пехоты танки используются и на сегодняшний день там есть конечно еще устаревшие образцы машин остаются новую технику в морскую пехоту именно танки не поставляют потому что задачи которые они решают достаточно локальные и не предполагают применение современных бронированных машинами виду прежде прежде всего танки в том числе в морской пехоте доживали свой век такие боевые единицы как и в том числе тоже т-55 т-62 и там были пт-76 плавающий танк советский очень долгое время там был на вооружении вплоть до момента пока они начали сокращать у нас по договору об обычных вооруженных силах европе если кто помнит это из истории значит сейчас мы конечно переместимся с вами внутрь коробки и посмотрим что же нас там ждет итак инструкция выполнена на прекрасного качества бумаги обложка сделана из глянцевой бумаги сама инструкция напечатана черно-белом формате выполнено это все со скрепками то есть представляет собой такой вот журнальчик посмотрим что нас ждет внутри на развороте листа ну здесь мы можем сразу видеть один из вариантов окраски это румынская армия к естественно еще когда она была в составе варшавского договора очень интересна палитра приводимых цветов посмотрите производитель предлагает не какую-то одну краску а сразу несколько этого леха хамбрил мистер каллор это мистер хобби да это тестер с которой наверное сейчас будет трудно найти у нас и аммомик потому что в мини-арт сотрудничает с компанией аммик и вот в том числе приводит в качестве в свою палитру их краски более того есть их просто название если вы не выбираете ни одной из этих фирм вы можете по названиям подобрать другие аналоги далее идет лист с деталями где мы можем наблюдать всю раскладку по литникам литников сразу хочу предупредить их очень много и невероятно много такова особенность этой модели что она отливается не в много разъемные формы практически вам придется собрать забегая вперед скажу настоящий танк реально это будет именно так поэтому к сборке такой модели нужно быть готовым то есть это некоторый вызов для моделисты испытания на прочность я такое испытание прошел собирал т-44 м и по количеству деталей он не уступает абсолютно этой модели я могу сказать что это не быстрый путь но если вы хотите в коллекцию уникальную машину конечно тогда да с интерьером особенно вы видите что многие детали здесь не используются это говорит о том что часть из них принадлежит танку т-54 просто имеет общий литник с другими деталями которые не претерпели изменений переходя на модель 55 и так далее то есть фактически у нас один лист с двух сторон это напечатаны только литники собирать такую модель нужно на большом столе где вы можете разложить все литники по группам и иметь к ним доступ лучше даже может быть маркировать их приклеивая кусочек скотча и подписывать букву литника чтобы долго не искать это будет намного проще а теперь непосредственно сборка начинается она со сборки двигателя дизельного в 54 это наследник легендарного в 34 дизеля естественно здесь увеличена мощность этого мотора ну а в остальном он особых изменений не претерпел двигатель сделан очень подробно вам останется только имитировать подводку шлангов и не более того во совсем остальном двигатель воспроизведен очень копийный подробно кроме того я напоминаю что двигатель у нас окрашивается в достаточно большое количество цветов поэтому здесь надо быть внимательным и можно его конечно собрать и потом покрасить а можно делать это раздельно здесь уже как вам это больше нравится теперь мы приступаем к работе с днищем корпуса видите что она дано 1 отдельной деталью и здесь нужно будет установить элементы крепления торсионов внешние после чего уже идет работа на внутренней поверхности днище корпуса почему я говорю что это как настоящий танк обратите внимание большинство элементов они сделаны действительно так как собирают на заводах то есть это не цельная летая деталь это действительно деталь набирающиеся из компонентов ну конечно клепку болты и гайки вам приклеивать не придется но по крайней мере набирать элементы вам придется поэтому даже этот простой этап казалось бы займет очень много времени то есть это не модель выходного дня это серьезный проект который требует во-первых внимательности потому что нужно будет и что-то примерять и быть очень осторожным и только потом все это приклеивать по-другому иначе она у вас не служится и никак не получится дальше идет работа уже с непосредственно с интерьером начинаются зачатки интерьера мы можем наблюдать установку круга центрального поворота куда у нас будет крепится элементы для поворота башни но здесь в общем то никаких проблем и трудностей нет все достаточно просто и понятно хочу сразу предупредить насчет балансиров балансиры предполагаются быть подвижными ходовая часть может быть рабочий но траки сами по себе не рабочие поэтому вам придется ее фиксировать на диораме если вы хотите в одном положении я же на своем т-44 м в свое время не стал выполнять этот элемент подвижным после установки опорных катков я выровнял их по клиренсу до который должен быть у этого танка значит и просто напросто их приклеил потому что мне так было работать проще продолжается интерьер у нас боеукладка я напоминаю что в чем была уникальность вообще корпуса семейства начиная от сорок четверки дальше 50 четверка 50 пятка во первых корпус получился ниже благодаря чему был установлен поперек машины двигатель танка что позволило снизить высоту корпуса и избавились от такого члена экипажа как стрелок радист он стал не нужен и в том месте где он сидел в классическом т-34 была размещена боеукладка боеукладка там же еще находился топливный бак значит здесь у нас начинается как разборка вот этой самой боеукладки которую мы будем устанавливать вперед снаряды вставляются все как по-настоящему то есть здесь реализм очень и очень высокого уровня все это надо красить будет отдельно аккуратно все это приклеивать устанавливать то есть здесь на самом деле работа с интерьером будет даже больше чем мы например делали в королевском тигре здесь там было несколько попроще этот момент здесь очень много будет элементов в интерьере этой машины лишь вот тогда помнишь в интервью тощу кашек сказал в ответ на вопрос антона чтобы вы взяли бы на остров не обитаемый для питания модель можно до взять такую модель на самом деле после сборки такой модели насыщение наступает полнейшее и хочется только красить после этого потому что действительно это но у меня ушла неделя времени на сборку т-44 м это с перерывами на работу ну я на деньги зарабатывать вот а так хотя я вам хочу сказать что алексей в среднем собирает минимум четыре модели в месяц но стараюсь как вода не то что это планка какая-то но она так получается я люблю очень это дело поэтому жить без этого не могу но сначала было трудно с той моделью и она долго лежала я не собирался потом я как-то на нее разозлился думаю неужели эта модель будет сильнее меня нет я ее сделал и вы ее могли видеть кстати говоря мы год назад вам показывали видео по этой машине значит переходим уже к сборке непосредственно бортов нашей машины как всегда все начинается с установки элементов которые находятся внутри этой баллоны с воздухом кто не знает дизель можно пускать воздухом и в зимнее время это основной его способ пуска потому что в холодное время года дизеля запускаются не очень хорошо несмотря на то что как бы легенда такова что немецкие танки все замерзли зимой 41 года на самом деле дизель запускается еще хуже чем бензиновый мотор прежде всего это потому что соляра должна использоваться именно типа арктика для холодных минусовых температур иначе на поршнях на кольцах поршня в цилиндрах солярка превращается в парафин и такое топливо уже нельзя использовать и по этой причине конечно была сделана система пуска через воздух тем не менее дизельные двигатели до сих пор находятся на вооружении они дешевле в производстве экономичней в любом случае чем бензиновые так что наверное будущее пока еще за ними а мы идем дальше дальше мы смотрим что у нас начинается установка ну по-прежнему элементов на борта то есть снаряда боеукладка располагается по бортам машины то есть надо быть обязательно здесь тоже предельно осторожным и внимательным борт выполнены с двух деталей это внешняя часть и внутренняя часть вот все надо будет прокрашивать и аккуратно устанавливать вот здесь у нас есть моменты связанные с заделыванием отверстий потому что в принципе днище корпуса его борта это деталь без изменений в общих чертах вот в некоторых нюансах да ее надо будет где-то что-то наоборот отрезать где-то что-то зашпаклевать но это не не трудно это не проблема далее у нас завершаем установку всех элементов связанных с боеукладкой здесь снарядов очень много я сейчас не скажу сколько здесь выстрелов идет в и комплекте но их приличное количество что-то около 40 снарядов тут точно есть а вот значит заканчивается все это установка боеукладки всех снарядов в том числе коробки с пулеметными лентами вот значит и плавно мы переходим к установке двигателя двигатель устанавливается под него сделано рамы к сожалению чего нет в этой модели я думал что этого нет только в сорок четверки будет в этих машинах уже но нет почему-то трансмиссии я не знаю чем это вызвано казалось бы добавить еще наверное один летничок с трансмиссии было бы неплохо но к сожалению фирма этого не сделала ее особо не видно да я согласен но как-то если все-таки заявлено что это full interior kit то хотелось бы все-таки полный фу имеет действительно они частично знаешь лишь вот ты прав в этом смысле потому что я видел модели которые делают двигатели например и трансмиссию ее делают отдельно то есть стоит там да и рядом стоит двигатели трансмиссия например и боеуклад ну меня кстати говоря тоже выпускает этот двигатель отдельным набором так что если кто-то для другой модели хочет его применить его как раз мы подошли к тому вопросу который задают подписчики у нас в основном это те люди которые не сталкивались с этой фирмы вот они говорят так если мы покупаем вот например модель 55 там вся четверку там отдельно продаются вот катки на нее отдельно правда на двигатель вот скажи просто лёш это тот же самый двигатель и тот же самый катки отдельных не надо покупать на этот танк нет отдельно не надо покупать и все уже идет сразу просто фирма предлагает еще и траки и двигатели и опорные катки это эти наборы нужны тем кто например строит другого производителя машину но там есть какие-то неточности например у томиевской 50 пятки она прекрасная модель но траки менять катки надо менять при всем том что пролит там все шикарно это для того чтобы была возможность собирать различные варианты ведь можно даже сделать сочетание вот здесь у нас идут так называемый каток типа морская звезда вот а еще же есть пауки но пауки уже на этих на 55 не стояли конечно но вариантов то много исполнения модели вы можете вообще сделать какую-нибудь вариацию на тему там чуть ли не фэнтезийную машину и вы можете поставить катки более раннего образца и то есть это нужно все равно и эти детали всегда пригодятся они даже сейчас выпустили на т-62 ходовую часть только опорные катки я думаю что мы будем в скором времени увидеть свет наверное 62 машина это будет интересно лишь но если вот до этого момента наши зрители посмотрели видео и их не напугало это давайте продолжим ну конечно мы продолжаем а чё тут бояться не надо глаза боятся руки делают это действительно дело мастера боится так что здесь знакомый взял такую машину в отпуск возьму на дачу ну про как раз говорит за три недели соберу нет на самом деле да это надо делать в расслабленном подготовленном состоянии это не модель выходного дня ни разу значит здесь мы видим с вами что у нас устанавливаются уже борта полностью и двигатель единственный момент единственный чтобы я наверное посоветовал балансиры вода на этом этапе вы их не фиксируете то есть они у вас остаются пока подвижными для того чтобы потом могли их зафиксировать потому что впереди вас ждут еще это установка торсионов значит потому что без точнее мы наверное немножко пропустили вам не показали но здесь в модели есть торсионы то есть как у настоящего танка но вы могли такое подобное видите в моделях драгон и даже такому ничего трудного нет вот как приклеить и борта надо будет уже на клей имея уже собранные катки до установить катки выровнять машину и тогда у вас все получится нашим скажем подписчиков железных ну если но здесь я не рекомендую менять траки на железо здесь прекрасные траки мы потом их вам покажем да их надо будет выкусывать из литника но пластик уже не хрупкий как было когда-то вы помните у меня арта был безобразно хрупкий пластик который в местах холодных спаек обязательно трескался и тонкие детали было выпустить трудно вот сорок четверка вообще никаких нареканий не вызвало очень какие-то тонкие вещи до лопались но чтобы траки лопались такого уже и близко нет поэтому все нормально не переживайте опорные катки собираются как настоящие обратите внимание это два блина две половины и нам предлагают крышку ступицы сверху приклеить то есть это говорит о том это как вот у настоящего танка только что бандажи уже сразу отлиты их не придется устанавливать на машину вот этот насечка на резиновых бандажах вот многие любят стачивать но я не советую это делать во первых этот рисунок это литьевые швы резины они должны быть на танке потом их износ не очень быстрый посмотрите будете в музее где-нибудь тогда допустим вооруженных сил в москве или там на поклонной горе получится близко вам подкрасться к этому танку посмотрите там сохранилась а ведь он катался не меньше десяти лет поэтому эта вещь такая не нужно это прямо 100 если она очень сильно у вас выполнена ярко выражено можно аккуратненько по ней пройтись но стачивать в ноль я ее не рекомендую ограждение фары обратите внимание здесь выполнено очень ажурно аккуратно правильно эта деталь у нас видите идет под буквой а потому что она собирается для нее сделана отдельная вкладка картиночка но в инструкции сейчас я не вижу этот этап но тем не менее будете собирать не пропустите его никак то есть сразу фары у вас подклеиваются к ней бояться не нужно стекло вы вклеить и потом в конце не боясь ничего у вас одно одна фара будет идти для ночного хода темная и светомаскировочная установка внизу у вас останется половинка полумесяц такой до нормальной прозрачной фары и у нас начинается работа уже с катками это ведущий направляющие опорные катки и вот здесь их идет уже их установка на машину окончательный вот на этом этапе как раз надо будет их уже склеить плотно чтобы все стояло хорошо на этом этапе уже интерьер практически есть покрашен ну можно сейчас его покрасить можно нет я бы делал так это все не крашеная я устанавливаю катки я набираю гусеницу полностью и вот уже потом я приступаю к интерьеру я выкрашиваю борта в зеленый кормовую деталь устанавливаю я выкрашиваю в зеленые борта и начинаю работать внутри с интерьером машины может быть даже борта в зеленый сейчас можно и не красить до интерьер начать делать потом его закрыть и спокойно уже продолжать работу но в данном случае он практически готов значит здесь идет кормовая деталь бронеплита которая дает нам доступ к двигателю вот эти люки могут быть открыты но сразу хочу вас предупредить что эти люки было возможно открыть только при определенном положении башни танка то есть вам надо будет если вы хотите их сделать открытыми детали эти не вы не вклеиваете да вы можете их сразу приклеить открытыми лучше это сделать в конце и вот когда вы поставите башню покрутите ее на машине и выберите ракурс к то при котором реально они могли быть открытыми вот тогда уже вы башню в таком положении зафиксировать то есть это башня никогда у вас не будет ствол смотреть прямо в положении прямо эти люки не открываются это очень неудобный момент но тем не менее вот такая вот особенность этого танка да и не только вообще этого семейства фото отравленные решетки на приклеиваются у нас на решетки трансмиссионного отделения машины но это все стандартно фото отравления в принципе здесь достаточно много много деталей идет как раз и на интерьер и немножко на экстерьер связано это будет с креплениями запасных траков ну вот мы переходим к над гусеничным полкам здесь у нас идут топливные баки сразу хочу сказать что производитель дает очень хорошо что он это делает он нам дает разводку магистралей шлангов от топливных баков которые питают основную систему питания двигателя это очень хорошо не придется делать это самому потому что здесь но многие наверное не используют стараются сами выгибать из проволоки но ради бога здесь очень трудные конфигурации и например на 44 я смог это все аккуратненько отрезать понадобится вам острое лезвие может быть нож олфа может быть вы купите бритву спутник одноразовую они еще продаются берете эту бритвочку и аккуратно убираете остаток питателя до по подводке литника потому что отрезать такую деталь надо не очень близко а подальше чтобы не было сильных нагрузок и аккуратненько бритвы потом убираете у вас эти магистрали прекрасно устанавливаются на модель выглядит шикарно очень здорово очень красиво и действительно добавляет реализму модели это факт над гусеничные полки здесь предлагают сразу вам приклеить и передние предкрылки сразу вы можете их приклеивать или нет это вариативность от того зависит какую машину вы хотите сделать можно сделать что он поднят щиток грязевой щиток его называют или же можно сделать его вообще оторванным если вы предполагаете машину какие-то боевые действия она участвовала сейчас мы до этого дойдем вот значит и я бы этот момент сейчас делать не стал я лично делал на 44 сначала я приклеивал полку в корпус а уже потом когда у меня гусеницы уже меня установлен да то есть нет не страшно по моей схеме я отклоняюсь от этой я уже вклеивал предкрылок этот и уже его стыковал к корпусу и к полке надо быть очень внимательным чтобы у вас ничего нигде не согнулась детали есть достаточно тонкие и нужно быть предельно осторожным и внимательным есть у нас показан силовой набор внутренней части нашего брызговика дается это фототравление очень удобная вещь вообще честно говоря впервые вижу в сорок четверки по моему такого не было здесь это предлагают это здорово это как раз вот для перфекционистов эта модель наверное самая лучшая хотя они наверное найдут что доработать можно и тут наверняка дальше у нас правая над гусеничная полка точнее левая левая над гусеничная полка здесь инструмент укладка стандартные ничего не поменялось две лопаты лом пила то есть все как обычно никаких проблем большой ящик zip идет ящик с масляным насосом маленький вот его можем наблюдать кстати был еще на поздних три четверг послевоенных выпусков модерне точнее модернизированных вариантах вот такой ящик с масляным насосом встречается а вот и собственно говоря здесь уже нам предлагают монтировать гусеницу всего 90 траков но вот мнение разнятся я видел информацию 92 трака я видел информацию 90 траков сколько их я сейчас вам точно не скажу но сделайте 90 не хватит вам вы будете видеть что не хватает но добавите два здесь особо провисов никаких не требуется как правило всегда гусеница хорошо натянута правильно нужно ее установить как смотрите на фотографии машин да можно даже на бокс-арт и у вас обязательно лента реально касается только третьего катка вот мы считаем по ходу машины здесь она не касается здесь она почти доходит и только вот на третий каток она ложится ложится на четвертый каток и на 5 снова не ложится идет сразу на ведущий каток тогда у вас гусеница будет видно что она натянута в боевом таком прекрасном положении если вы ее будете расслаблять по вам это будет нужно вот понятно что регулируете положение направляющего катка еще на этапе установки гусеницы да то есть он у вас не приклеен и тогда у вас все это дело получится никаких проблем траки здесь идут омша это открытый металлический шарнир вот траки хорошие прекрасные очень красивые очень простые вариантов заменить это дело очень много сейчас начиная от смоляных заканчивая металлом но я вам могу сказать что в этом необходимости никакой не но если вам уж очень надо масштабный вес машины там придать тогда может быть берите металл а так это не нужно значит выхлопное устройство собирается у нас на левую полку и у его установка здесь все в общем-то стандартно трос мы сейчас с вами до него дойдем но дело все в том что к сожалению вот трос это больное место фирмы не кладут они медные тросы и придется вам его менять те троса которые были в сорок четверки это конечно просто смешно в двадцать первом веке делать пластмассовые тросики которые предлагается согнуть но это несерьезно господа надо как-то уж при такой богатый деталировки модели ну надо положить хотя бы медный тросик то уж можно и это будет смотреться красиво и человеку не придется моделисту искать скажем что фирма пиксель эрика да делает прекрасный нам река на меня и стоимость из где-то 280 можно и даже папка вы дешевле можно и каф модул сделает тросы и микро дизайн делает тросы вы можете подобрать то что вам надо и прекрасно это надо делать потому что это согнуть не получится он сломается реально он сломается но если будете нагревать может быть он как-то у вас там прогнется что-то выйдет ну а так нет вот такая большая инструкция да уважаемые друзья здесь вот мы уже полвыпуска прошло у нас там и только еще вам литники даже не показали но мы сейчас будем стараться делать это быстрее литники у нас пойдут что быстрее инструкцию показываем вам детально чтобы вы не к выникли в суть этого процесса сборки ну да значит и мы практически подошли к башне машины здесь у нас идет установка бочек топливных запасных топливных пожалуйста их можно ставить можно нет стяжные ленты данный фото травлёжа давай все-таки уделим внимание потому что один из вопросов был подписчиков как же зашкурить правильно больше бочку чтобы убрать вот этот стык ну во первых не надо правильно состыковать чтобы не было ступеньки после этого супер жидким клеем вы ее проливаете немножечко сжимаете чтобы появился такой на стыке шов такой как бы да на оплавленный пластик чуть-чуть вышел это все дело застывает я как правило оставляю такую деталь часов на 10 на 12 все клей везде высох все нормально и потом а сначала немножко грубой наждачной бумагой я вообще пользуюсь такими пилками вот вайлдер их делает потом фирма юстар китайская делает очень удобно берем эту пилочку сначала грубую аккуратненько снимаем шов потом они прям по номерам идут и все меньше 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 зернистость и самая последняя нулевая она вообще гладкой ей можно то есть она выводит гладко гладко у вас поверхность начинает блестеть и зачищаете таким образом ну ножом такой шов не очень хорошо во первых у вас будет плоской сразу будет плоский свет они должны быть круг поэтому этого делать не стоит лучше это вышку и нормально да придется подождать но что делать вы можете не ставить бочки есть масса вариантов и без них но в этом на случае вам придется крепление которые сюда вот устанавливаются клеить не полностью а частично потому что вот как здесь показано это элементы к которым бочка идет сразу а на бочки уже идут крепеж без него вот в таком виде у вас останется тоже может быть вполне но и труба упал это вот у нас тут идет подводное вождение танка башни теперь поехали по башне начинается все с погона на погоне у нас собираются кресло командира значит наводчика орудия до 10 и заряжающего экипажа это еще танки старого поколения здесь четыре человека в экипаже есть еще заряжающий а вот значит ну тут все понятно казенная часть орудия механизм вот электромотор поворота башни кстати он дублируется в механическом исполнении в реальном танке то есть если он выйдет из строя можно вручную повернуть башню боеукладка в башню точно также у нас собирается на типа боеприпасов тут понятно осколочно-фугасные бронебойно-подкалиберные кумулятивные снаряды идет сборка пулемета здесь пулемет у нас еще идет по моему здесь идет пулемет горюнова если я не ошибаюсь сгм-т пулемет горюнова танковый может быть не поправить в комментариях но по моему это пулемет горюнова значит дальше он ведет его сборка патронные коробки вот в большом количестве у нас казенная часть орудия со всеми тормозами откаты и прочими элементами пушки которые тут у нас должны присутствовать это все правильно все очень красиво орудия спарена с пулеметом естественно поэтому он так подробно показан значит вот устанавливаются все эти набранные ранее элементы уже на погон башни видите как достаточно плотная компоновка у машины очень плотная то есть места то не так уж не много внешне он кажется очень большим и мы уже начинаем с вами работать с верхней частью она как вы видите да на одной деталью башня нашего замечательного танка вот все это очень красиво здесь показано кроме того у нас идет с вами в башне обратите внимание у нас же т-55 а что это нам говорит почему он появился какая разница многие спросит 54 55 а разница в том что 55 машина появилась как танк первый который может воевать в условиях атомной войны не в эпицентре взрыва конечно его разнесет но в условиях зараженной местности радиоактивными нуклидами до излучением нуклидов он может преодолевать местность находиться там и воевать и вот тут мы видим с вами подбой противорадиационный подбой это позволяет нам максимально герметизировать машину плотно чтобы туда не попадала радиоактивная пыль создается избыточное давление в корпусе танка и таким образом экипаж без индивидуальных средств защиты не одевая противогазы и значит да может находиться в машине это очень хорошая штука и здесь она у нас дается это очень здорово и приятно но в реальности это резина понятно но выкрашивается все белый цвет в некоторых книгах просто апокалипсис данный танк участвует интересных операций вообще эта машина легендарная она прошла все войны после второй мировой все и воюет до сих пор и по-моему было на вооружении порядка 45 или 50 стран мира это очень наверное самый массовый мире так реально не ни одна война мимо него не прошла и до сих пор он воюет и будет дальше воевать потому что он достаточно просто да он слабоват для современной уже армии и пушка у него там до 10 теста миллиметровая слабенькая по сегодняшнему дню но тем не менее вот машина легенда реально эта машина легенда вот заканчивается у нас работа с интерьером нашей башни весь подбой установлен и переходим мы собственно уже к верхней части до различие модификации ты у нас 10 55 а внешне они отличаются вот этими элементами как выполнена у нас командирская башенка так скажем и точнее люк они тут не башенка это просто люк и люк у нас идет где наводчик у нас заходит точно так же они могут меняться могут быть оба таких вот на болтах установлен или вот как модификация только вот здесь это небольшие внешние отличия они особой так роли на характеристики танка не играли но и знать их тоже неплохо если вы увлекаетесь именно этой замечательной машиной а вот перископы прибора наблюдения все это в прозрачными деталями у нас будет дано собирается у нас собственно говоря башня есть вариант мы можем с вами сделать можем без маски пылезащитный кожух можем с ней то есть вариативность это очень здорово предлагается потому что бывали варианты когда я без нее но это уже в боях в полях и так далее вот далее скатка дается брезента очень неплохая на корму можете ее не приклеивать бывали очень много фотографий где ее попросту нет она или просто оставалась в парке или уже в боях где-то пропадала то есть такой вариант тоже может быть вот антенна дается сразу но кто хочет пожалуйста model point вам в помощь вы можете воспользоваться и даже ствол купить от model point установить на эту машину а значит вот эта вещь это не эжектор как многие иногда говорят это же эжектор нет это не эжектор это не для удаления пороховых газов это противовес на самом деле вот и все для лучшей балансировки орудий я напомню что здесь у нас стоит 1 плоскостной стабилизатор орудия то есть у нас орудие фиксируется по вертикали при прицеливании по горизонтали нет по вертикали да это вот первый вариант для облегчения работы наводчику потому что в годы войны второй мировой искусство быть наводчиком это действительно искусство это на самом деле реальная артиллерия артиллерия это же искусство точно стрелять в переводе на русский да поэтому вот было именно так завершается у нас установка башни на нашу машину 29 страница инструкции 104 господа 104 этап сборки вот такая эпопея ждет тех кто отважится на эту модель но отважиться на нее все-таки наверное стоит действительно любителям прекрасного чтобы у вас был хороший интерьер красивая модель но теперь самое интересное это варианты окраски и маркировки ну понятно что сначала мы видим машину с гвардейской символикой это у нас советская армия какой-нибудь парад потому что можно наблюдать что белым прокрашены у нас до катки далее мы видим с вами опять же варианты из советской то есть точнее у нас афри африканская уже вам видите сомали пожалуйста они там были тоже зеленого цвета и там эти танки воевали очень активно советская морская пехота семидесятые годы стандартный вариант окраса с красивым флагом советского военно-морского флота очень достойным еще советская армия просто с бортовым номером сухопутных войск то есть все это сделано с реальных опять же машин то не вымыслы никакие это все реально было вот у нас идет венгерская армия операция дунай 68 год чехословакии можно сделать очень интересную машину под городской бой очень интересно может быть часто то удивился но как это принято почему-то обвиняет только советский союз мол входил нет советский союз входил в составе объединенной группы стран варшавского договора в чехословакию поэтому обвинять можно а тем кто хотят это делать не только советский союз но и венгрию и польшу и германию надо обвинять до кучи потому что вошли туда все вправо тогда в 68 году вот частности мы видим венгерские танки очень хорошо что миниарт это сделал показав что не только наши были там но и венгровых например в частности тоже стандартная маркировка для тех машин быстрое распознавание потому что в праге местная армия на вооружалась как раз тоже советской естественной техникой вот такой вот вариант будет очень интересно сделать тут уже можно и обыграть оторванные предкрылки вот эти и так далее тому подобное то есть будет очень здорово смотреться и вот вариант эфиопия а наши в эфиопии помогали да то есть сейчас об этом говорят открыто не только сейчас уже давно тогда это все было секретно это еще было все до афганистана и наши военные уже там помогали народным демократиям так скажем вставать на ноги но опять же по их просьбе по их просьбе поэтому вот тут мы видим танк советской морской пехоты который там принимал активное участие и опять же югославия югославия это действительно очень серьезный локальный конфликт конца двадцатого столетия где для на моделиста танкиста можно найти массу вариантов различных дополнительной защиты на этот танк чего там только не делали и дополнительные резиновые экраны и пулеметы браунинг стояли 50-го калибра на крышах танков так что было очень много чего и эта модель действительно богато вот на эту маркировку что очень здорово ну а теперь мы с вами рассмотрим летники этой машины теперь мы посмотрим с вами летники мы посмотрим их не все их очень много и много одинаковых я покажу самые наиболее важные элементы вот тут вы видите на столе раскладка типовых летников это прежде всего опорные катки направляющий ведущий каток боевые снаряды 100 миллиметровой гусеничные траки вот траки я сейчас переверну вот это их внутренняя рабочая поверхность все прекрасно отлита питатели подводятся очень аккуратно вообще не проблема их будет обработать и вот с обратной стороны рельеф трака все показано очень хорошо значит здесь же у нас я обещал показать вам рабочую поверхность и мне не знаю наверное должно быть видно да да здесь все прекрасно ну есть у нас это насечка литьевые резиновые швы ну может быть чуть-чуть можно их будет подснять совсем слегка если вы хотите сделать такой танк уже в эксплуатации совсем слегка много убирать этого совсем лысую резину делать не стоит лишь вот именно эти катки идут да в принципе в наборе который отдельный идет но есть и такие есть и другие но вот это вот морская звезда это вот стандартный каток уже не пятьдесят пятки вот такой вот красивый симпатичный каточек балансир каждый собирается у нас из двух половинок вот вы можете видеть да это трудно но это настоящий танк по-другому не будет топливный бак также из двух половин то есть эти элементы у нас все очень такие простые вы их можете видеть качество литья на высоком уровне до встречаются утяженки но он на тех местах где этого видно не будет на тех местах где этого видно не будет и сейчас давайте мы посмотрим с вами уже детали покрупнее стали покрупнее именно это у нас борта наши верхняя часть корпуса крышка кормовая передняя бронеплита кормовая бронедеталь и башенный погон вот кстати ска . вот она которая идет на корму башни все показано очень хорошо подробно аккуратное литье действительно тонкое качественное ну говорят что это бельгийский пластик возможно она и так не знаю в комментариях кстати напишите если кто-то знает да вот внутренняя сторона здесь как раз есть все следы от толкателей но это то чего видно то и не будет поэтому это зашкуривать совершенно не нужно потому что вот сюда будет вклеиваться еще внутренние надо зашку ни в коем случае сюда вклеивается внутренняя деталь борта который обращен к экипажу эта деталь у нас будет на следующем литнике я покажу поэтому здесь на это время тратить не нужно этого видно ничего не вы вообще никогда раз теперь мы и показываем вам внутреннюю часть вот она внутренняя часть наших бортовых экранов то есть это опять же вот здесь вот есть штифты посадочные и этой стороной мы приклеиваем к борту для того чтобы можно было зафиксировать эту деталь ну тут опять же перегородка моторного отделения здесь у нас на гусеничные полки а вот и вот с обратной стороны как у нас выглядят эти деталь нет я прошу прощения немножко обманул это другие борта тут просто есть вы от разных модификаций потому что мы говорили же да 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 вот 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 ну вот внутренняя часть внутренняя часть борта который приклеивается вот если можно навестись на нее поближе там даже видно очень маленькие провода идут вот различных систем электрических что очень хорошо и здорово все это очень аккуратно красиво и ажурно дальше у нас идет летничок с элементами двигателя в 54 вот можно его наблюдать как он подробно и хорошо у нас пролит получился он действительно классно красиво он продается и отдельно если нужен кому вы можете всегда его приобрести ствол орудия дан одной деталью его останется аккуратно срезать и хорошо зашкурить и все и поэтому точеный ствол вам не понадобится вообще никак дальше смотрим на литники это у нас элементы интерьера башни вот он полик вращающийся то здесь у нас все стандартно и обычно никаких тут изменений перемен ничего не это все очень аккуратно качественный да здесь же и боеукладка башенная идет то есть в общем то здесь как правило детали ну по возможности сгруппированы те которые идут именно вот на этот элемент под сборки но не полностью так не полностью но частично вот опять же у нас двигатель детали двигателя продолжаются вот у нас идут топливные бочки когда ты когда смотрел в принципе пластик я думаю что здесь о смещении пресс-форм говорить нет 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 тут этого нет тут я ловлю не туда очень аккуратно ну а бой я пока не нашел ну он пока я его не встретил во-первых мы скажем что это новый танк новая модель соответственно вы пресс-форма да конечно теперь вот такой интересный летничок тут у нас идет противоатомный подбой вот который устанавливается у нас в башню машин машины второй борт можем наблюдать внутреннюю его поверхность вот поэтому до детали могут вас попадаться немножко гнутые потому что упаковано все очень плотно но пластик достаточно мягкий поэтому если что-то где-то будет погнуто это можно будет исправить просто даже в клеев детально на по на свое место или же например немножко ее подправить аккуратненько погнуть это можно дальше башенка башня точнее бы искать правильно фактура ведь я показана на мой взгляд очень неплохо достаточно уже аккуратная гладкая литье то есть понятно что это не вторая мировая где лили все грубо и быстрее тут уже было время для того чтобы этот танк сделать единственное что мне не понравилось это к сожалению не смогли не сделали вот вы видите у нас идет маска орудия без кожуха и вот рядом четыре детали это маска с кожухом то есть и придется четырех деталей набирать не очень удобно потому что эти швы придется вышкуривать здесь кстати уже можно и ножиком это все будет дело немножко подснимать потому что тут есть рельеф и это будет не так заметно но это не очень хорошо у компании таком например который делает подобные машины этот вопрос решен одной деталью из резины что конечно же намного намного лучше и проще так вот такой литник у нас это ванна корпуса так называемое днище корпуса будет правильнее сказать но достаточно на такой небольшой танк сам по себе это не не очень такой да гигантский в пределах три четверки так скажем да по размерам но чуть-чуть побольше а вот и надгусеничные полочки у нас тут представлена вот боевая укладка вот куда у нас снаряды вставляются то есть видите все очень аккуратно и ажурно пролито все очень здорово и красиво теперь посмотрим с вами на это не все детали которые вам показали много дублирующихся летников мы их просто не показываем вот прозрачные детали мы их не вынимали из пакета чтобы не повредить даются они полностью начиная от фар заканчивая перископами и здесь же мы видим с вами деколь для этой машины тут несколько листов то есть где-то номера которые не поместились на основной лист они даются вот отдельными такими картон очками то есть их можно будет использовать очень хорошо друзья выполнено фототравлению в таком прекрасном конвертике его даже можно потом на место кошелька использовать вот не знаю как вы думаете можно конечно у кого-то я не в принципе банк да можно даже с проездным так ездить раз так меня достал бесплатно пропустит может быть посмотрим вот она фототравление лист один нет ни один два два листа фототравления ну здесь самое необходимое самое основное для этого танка здесь все дается дополнительно покупать я думаю ничего не нужно не придется здесь все это есть и замена ни на что она не требует что хочется сказать в итоге по этой модели делать такую модель конечно нужно иметь большой опыт желание построить машину с интерьером у них кстати есть машины без интерьера но она будет очень такая же только у вас не будет двигатели и снарядов грубо говоря да все остальное у вас будет и сборка ходовой части длительная и мучительные все остальное много деталей очень много и на самом деле я если бы мне предложили возможность выбрать я бы конечно взял таком объясню почему там меньше деталей будет проще все это собрано гораздо быстрее но тем кто любит пособирать у кого есть желание вникнуть в матчасть и 55 настолько чтобы вы засыпали не чувствовали себя что в этом танке сейчас сидите они в кровати лежите дома да вам конечно надо попробовать но в любом случае надо однажды решиться на такую модель и не пожалеть не вы не пожалеете об этом никогда потому что вы во первых преодолеете себя вы будете уверены уже в себе что вы сможете такое построить и конечно же вы увеличите свой опыт и навык свой повысить и однозначно но у кого есть жена она будет рада что вы столько времени сидите до 1 гараже да вы у вас такое хобби да конечно это надо учитывать ну что алексей спасибо большое такой выпуском у нас сегодня большое спасибо да всем кто досмотрел этот выпуск но и правда набор он очень большой очень большой для как у меня выразился мой знакомый один для модельных извращенцев мнения всякие бывают но у него такое поэтому друзья в принципе один танк как сказал алексей такой надо собрать обязательно повышение квалификации да это как курсы повышения вот собрал 355 все можешь уже вешать себе медаль тру моделист спасибо большое но друзья если вы хотите помочь нашем нелегком деле нашему каналу ссылочка будет в описании но это дело добровольно и от чистого сердца спасибо большое вам то что вы с вами спасибо алексей за классный обзор спасибо всего доброго пока с вами была и в студии до свидания